здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в 13 уроке мы продолжаем с вами изучать компонент форумс у нас на очереди сами элемент календарь давайте перенесем и изучим его перенесли календарь кликаем по нему один раз левой кнопкой мыши справа появляется настройки их тут не так уж и много мы видим что у нас текст заголовка не по-русски можем здесь написать календарь или вписать все что угодно свое и у нас есть всего лишь здесь еще одна опция это обязательное поле но об этом я уже говорил что это значит давайте посмотрим как это все выглядит на сайте на сайте обновляем страницу если по полю календарю мы кликаем мышкой то у нас автоматически всплывает очень красиво вот такой вот календарь где человек может выбрать дату это может быть все что угодно например какое-то бронирование и это обязательно отобразится в письме когда человек нажмет на кнопку отправить очень полезная вещь принципе здесь больше сказать нечего об элементе календарь урок получается очень короткий и поэтому я решил в этом же уроке рассказать вам про еще один элемент про последний который находится в самом конце разрыв страницы давайте рассмотрим этот элемент также для этого я например создам новую строку эту строку я перенесу выше календаря сейчас поймете зачем это делаю и разрыв страницы переношу я в эту область не знаю в каких случаях эта штука может пригодиться дело в том что это у нас идет как бы перенос на другую страницу саму форму вообще это делать нежелательно но это может пригодиться например когда очень какая-то сложная огромная форма и она требует несколько шагов поэтому здесь можно сделать что-то вроде этого смотрите мы кликаем по кнопке например следующий где у нас написано и это может быть например шаг 2 вы тут же видите на кнопочке отображается шаг 2 дальше ширина кнопки можно задать здесь не пропустите мои топовые продукты под джумла высота кнопки ну цвет кнопки соответственно меняется здесь цвет текста на кнопке это значит цвет шрифта можно взять белый до размер шрифта кнопочки пожирнее например можно сделать также сделать жирность для данного текста и радиус границы кнопки да то есть это у нас скругление углов у кнопки это мы настроили только одну с вами кнопку есть еще кнопка предыдущие кликаем по этой кнопке и показываются настройки данной кнопки также мы сделаем в едином стиле например не помню я сколько там у нас было пикселей сокращу немножко тех здесь чтобы он влезал у нас вот и сделаем также побольше скругление сколько у нас тут 15 давайте тоже сделаем 15 здесь у нас размер шифта 19 здесь тоже сделаем 19 вот так и смотрите как нам перенести другие элементы на шаг 2 другие элементы формы вы просто ниже под вот этим инструментом разрыв страницы вы размещаете все те элементы которые вы хотите расположить на другой странице и получается такое можно сделать до бесконечности ниже мы например вставляем еще одну строку с элементом разрыв страницы ниже мы вставляем еще элементы и там можно назвать шаг 3 вот в таком случае может быть это пригодится в качестве формы давайте сохранимся и посмотрим на сайте что у нас получается идем на сайт обновляем страницу видим кнопка шаг 2 кнопки назад нет потому что мы еще не сделали никакого шага и здесь у нас есть поля смотрите какой нюанс если мы сразу кликнем на кнопку шаг 2 нас не перекинет на вторую страницу потому что у нас здесь есть обязательные поля и они сразу подсвечиваются красным светом то есть пока мы здесь не заполним важные поля необходимые мы не сможем перейти на другую страницу поэтому я здесь пишу email и нажимаю шаг 2 и вот вы видите нас переносит на шаг 2 там у нас я не расположил календарь и появилась кнопка предыдущий то есть здесь можно писать назад например вот наш календарь то есть все то же самое все что мы здесь делаем вы видите календарь я поместил ниже разрыва страницы вот так вот у нас все просто здесь работает на этом я данного заканчиваю надеюсь для вас он был полезным если это так ставьте пожалуйста палец и вверх и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые познавательные выпуски на этом здесь все и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe news или сайта на джумле не важно то сейчас я вас хочу познакомить замечательным хостингом под названием хостинг сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинг тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а